Есть такое выражение. Вся жизнь – игра. И это действительно так. Вопрос в том, что человек не всегда задаётся вопросом, и каждый задаётся вопросом, а для чего, собственно, эта игра существует, и кто он в этой игре. Игра всегда для того, чтобы было интересно тому, кто играет в эту игру. Любой квест, а жизнь – это квест, который случается в бытие, предназначен для того, чтобы решить сложные задачи, чтобы было интересно. Он часто печалится, потому что он исполнительный механизм, а игрок – истинная сущность каждого человека и всех в совокупности. Он только радуется этой игре, какая бы сложная она ни была, и какие бы скверные вещи для ума не происходили. Потому что чем сложнее задача, тем интереснее в неё играть. Чем сложнее проходить уровень игры, тем интереснее его пройти. Те, кто играли в компьютерные игры, знают. А наша жизнь, по большому счёту, это одна большая компьютерная игра, где в сознании каждого возникает целый мир. Люди спорят по поводу того, круглые земли, квадратные, летают ракеты в космос или они летают ещё куда-то, есть летающие тарелки или этих летающих тарелок нету. Спорят по поводу вируса, заболеет, не заболеет. Среди всех этих шумных слов, которые многократно сказаны, в человечестве есть хитрые подсказки. А подсказка заключается в том, что мы сами создаём свою жизнь. Именно поэтому работает плацебо. Все таблетки являются плацебо, но каждый препарат вбирает в себя определённый архетип. Изначально всё плацебо, изначально всё иллюзия. Именно поэтому плацебо. И только потом, со стечением времени, определённые совокупности, например, разных растений в определённом сочетании, обретают действительно целебные эффекты. И не потому, что это биохимия. Не потому, что это ещё как-то, а потому, что это изначально так задумано творцом. Люди размышляют относительно того, есть космос, нету космоса, летают туда ракеты или какие-то эти станции, которые вокруг Земли крутятся. Это фиксы. А какая разница, дорогие друзья? Равно как и какого, собственно, никакой формы, какой геометрии Земля являются. Всё происходит в сознании каждого. Есть только игра. Поэтому нет никакого значения относительно того, какой формы планета, есть ли звёзды, есть ли станции. Ровным счётом никакого значения не имеют. Есть над землёй купол, нет у нас землёй купола. Всё гораздо ещё более занятно. Занятно то, что мы в компьютерной игре. Алгоритм у компьютерной игры может быть какой угодно. Это ровным счётом не имеет никакого значения. Отвлечь человеческий ум, занять его всяким разным. В основном система занимает человеческий ум заботами простыми. Что бы пожрать завтра, а не заболеть бы, устрашиться по поводу того, что будет завтра. Ну и поэтому люди бухают. А вот кто не бухает, их надо занять чем-то другим. Надо дать пищу для ума, чтобы они не отвечали на вопросы, не шли внутрь себя, не искали, кто же я такой на самом деле. Человек не должен получить ответ на вопрос, что есть истинная сущность, а что есть его тело и он. Потому что в этом случае он становится творцом. А если все станут творцами, игра закончится. Невозможно будет играть. Никому ничего не нужно будет. Все всё поймут. Но такого очевидным образом не случится, потому что игра существует ради игры, об этом Соломон ещё сказал. все есть суета-сует. Это первое, что он сказал. С этого и начало выгляделясь. И второй момент. Мы, люди, должны быть людьми. Это ещё в Дао сказано. И Соломон тоже непрозаично об этом говорит. Жуй свой хлеб, пей своё вино. И не даром. Но каждый человек решает определённые задачи. Рано или поздно он сталкивается с задачей самоидентификации. Когда человек самоидентифицируется, для него эта игра становится неинтересной. А иначе он будет перерождаться многократно. Уйти из колеса сансары, это значит ответить на вопрос в одной жизни. Кто я, где я и зачем я здесь оказался. Тогда будет другая игра. Вообще освободиться от игры невозможно. Поскольку мы сами же в неё играем, сами не хотят играть. Разум-то хочет играть. Разум-то хочет играть. Разум-то интересно. Здесь прекрасный закат на набережной Джампиена. Сейчас камеру переключу, покажу. Вот такая красота. Дорогие друзья! У каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, не излечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Поэтому, дорогие друзья, нет смысла заморачивать себе голову всякими вопросами. И более того, человек способен исцелить себя сам от любого заболевания. Разумеется, это тоже определённого свойства ТЛС, которым тоже в определённом смысле надо поломать голову. Но возможность такая есть. Реализуется она через намерения. Пару слов скажу ещё о лекарствах. С давних времён лекарства изначально они были опять-таки через гения человечества спущены на эту планету опять-таки системой или высшим разумом, называйте его как угодно, для того, чтобы это стало элементами квеста. С годами и по мере использования различных составов они только набирают силу. Чем больше их применяют, тем больше они набирают сил. Именно поэтому есть древние препараты, которые прекрасным образом действуют. Ну, человеку нужно найти решение той задачки, которую перед ним ставит ситуационная модель мироздания. Ну, заболел человек. А то тоже есть свои причины. Всевышний настолько гармонично складывает все жизненные ситуации, настолько они восхитительны в своей бесконечной точности, с которой всё происходит гармонично и синхронно, что уму человеческому это не подвластно. Часто ум не в состоянии понять этой красоты происходящего. Ум страдает в своих страхах, в своих страданиях, и за этими страхами и страданиями он не видит красоты происходящего момента. Творец начинает видеть красоту во всём, возможности во всём. И как результат получает счастье. Счастье быть в настоящем моменте, счастье быть самим собой. Счастье опираться только на истинную и сущность своей природы, а не на мнение окружающих людей, которые становятся совершенно незначными. Каждый из нас путешествует здесь в одиночестве. Ум находит в себе понимание того, что кто-то в его жизни появился якобы для чего-то. На самом деле мы как одни приходим в этот мир, так мы из этого мира одни уходим. А всё остальное – это всего лишь умственные концепции, мало имеющие отношения к пониманию сути происходящего. Скорее, только как наглядный пример. Как некий феноменальный факт и опыт, который мы, люди, получаем из моделей жизненных ситуаций, в том числе и основываясь на вот этих вот контактах с окружающим миром. Добрый день! Понятно. А вот, дорогой друг, ну какая бы мантра ни была абсолютно, не имеет значения Ом, Аум, либо ещё какая-то, Лам мантра. Определённые звуки, сочетание звуков, есть определённая частота программы, которые вы произносите. Каждая мантра предназначена для какого-то определённого дня. То их всего семь. Это тоже концепция, это правила игры. И, соответственно, и мантры тоже между ними распределяются. То есть, они предназначены для того, чтобы в определённом смысле энергетически подкачать один из семи существующих у нас энергоинформационных центров, которые мы, люди, договорились называть чакрами. Поскольку, если все ваши аккумуляторы будут полностью заряжены, вы будете чувствовать себя Богом. Человек работает на 3-5% от номинальной зарядки. Где вы? Пишет Аннушка. Я на планете Земля. На экваторе. В Таиланде. Чтобы было понятно. Красиво-то везде. Главное увидеть эту красоту. Люди не видят простых вещей. У них есть определённые шаблонности, говорящие о том, что вот это красиво, а вот это нет. На самом деле красота есть во всём. И во всём можно увидеть красоту. Даже в обоссанном, изоблёванном пьянице, который валяется под забором в своих же собственных какашках, в нём тоже есть красота. Вот правильно. На этой планете всё прекрасно, очень бесподобно, кроме идиотизма. И идиотизм тоже в определённом роде есть красота. Это подлинный ужас. В ужасе красота как раз. Страшно видеть, когда вроде человек, но он не видит тонкого мира. Как ходячий мертвец. Прямо. Таких же большинство. И вы таким же точно были. Может не в этой жизни, а в прошлой. Если не в прошлой, то в позапрошлой. И в этом тоже красота есть. Красота заключается в том, как человек доходит до того, чтобы расстаться вот с этим мороком социальным, в котором ты бываешь. И который так заботливо ему приглаживается социальными, религиозными и государственными системами. То есть это тоже всё параметры игры. Одно цепляет за другое. Всё синхронизировано. Поэтому и нет смысла судить никого, и ни в чём, и никак. Поскольку всё, что не происходит, всё происходит вовремя и правильно. И каждый придёт к пониманию. Вопрос в том, когда это понимание случится. Ну, может случиться в этой реинкарнации, а может в следующей. Никто не знает, когда это случится. Это называется милость Вышнего. Милость Творца. Она касается каждого человека. Каждого наблюдателя. Но жизнь что-то интересное. И у нас столько возможностей, которые многие не используют. Не используют почему? Потому что есть ещё в человеке лярвы, так называемые. Многие слышали это слово. Но смысл заключается в том, что есть определённые программы, которые имеют свою определённую биологическую и энергетическую структуру, которые находятся внутри человеческого организма. И именно они посылают запросики такие. Покури, покури, бухни, укались наркотиком, сожри что-нибудь, иди покушай. Вот многие люди кушать начинают, они даже вкуса еды не чувствуют. Они жрут. В прямом смысле этого слова набивают пузо. Они кормят лярву. То же самое с любой зависимостью. Какая бы эта зависимость ни была, если есть зависимость даже от другого человека, тоже лярва, энергетическая программа по сути своей. И лишний вес – это тоже энергетическая программа. Как это ни странно. И всякое заболевание, в том числе хроническое, тоже энергетическая программа. Лярва – это математическая программа. Но она ни за чем не наблюдает. Она выполняет свою функцию. У неё есть функция своя. А функция, она тоже находится под контролем Творца. И тоже является частью игры. Интереснейшей игры. Из которой нужно найти выход. Как в лабиринте. Выход человек ищет. Человеку надо найти свой выход. Самоидентифицироваться. Понять, кто он. Где он. Что он тут делает. Реализовать себя. И через то получить счастье. То есть оказаться в раю. А люди в аду живут. Потому что они думают о страшном завтра. Да, они сегодня могут порадоваться. И кто-то погладил по потке. Или налил стакан бухла. Или дал наркоты покурить. Или другой человек сказал добрые слова. Или кто-то похвалил. На работе дали премию. Вот этих вот примитивных рабских удовольствий. Их великое множество. Ну, основное, конечно, пожрать. Потрахаться. Для тех, кто еще это может. И, собственно, дыхнуть. Вот. Чем люди живут. И поболтать с кем-нибудь. Сопли попускать. Пообсуждать кого-нибудь. Третье лицо пообсуждать. Вот это и есть как раз морок в честном виде. Это время каждый человек может потратить на изучение себя. Это каждый человек может пойти внутрь себя. И после того, как внутренняя истинная сущность будет найдена, все вышеперечисленное станет просто ненужным. Оно иногда, может быть, и будет использоваться. Иногда можно и сигаретку выкурить. Иногда можно и вина выпить. Пожерчим. Иногда. Но не потому, что лярва жрет, просит, требует. А для того, чтобы ощутить вкус. Для того, чтобы насладиться этой жизнью. И на следующий день не будет этого безумного желания опять делать то же самое. Когда лярвы нет внутри, она ничего не заставляет. Человек, как по нотам, мелодию играет в своей жизни. И нет зависимости ни от чего. Тогда он становится ветром. Птицы в небе. Рыбам в воде не видно, что птицы в небе делают. Ум должен декодировать самого себя и замолчать, открывая то, в чем он сам возникает. Абсолютно верно, можно и так сказать. Смысл в том, что интеллект, свойство ума это интеллект, должен достичь той степени своего развития, когда готов принять свою вторичность. Я об этом много раз говорю. Говорю и не устану. Это повторю. Засим, дорогие друзья, наша коротенькая встреча сегодня заканчивается. Что есть наблюдатель или дух? Последний вопрос Сашенко задает. Это ваша душа, дорогая, является малой частью, хотя это неправильное определение, Бога. Она и есть Бог. Мы люди, Боги. Но большинство умов этого не понимают. Поскольку для ума только то, что он может увидеть, имеет значение. А истинный владелец этого телесно-умостного аппарата остается за рамками феноменального восприятия. Но рано или поздно человек все равно с этим столкнется. Никуда ему не деться. Люблю вас, друзья. Целую вас, друзья. До новых встреч. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok